الحمد لله رب العالمين واشهدو أن لا إله إلا الله واشهدو أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وصلم عليه وعلى آله واصحابه من السنة بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد Из-за зولения الله سبحانه وتعالى продолжаем чтение трех основ мы дошли с вами до второй основ прежде чем начать два упоминания по отношению к последнему уроку что касается дуа который мы говорили что один из салифов говорил его это не совсем это дуа это было дуа это раз два также мы сказали то есть я прибегаю к совершенным словам Аллах Субхану وتعالى оно нет проблем то есть прибегать к совершенным именам именам Аллах Субхану وتعالى потому что прибегать к точнее к совершенным словам Аллах Субхану وتعالى потому что даже в этом смысле то есть смысл посредничества или же то есть то есть обращение к Аллаху Субхану وتعالى через его качество в этом нет проблем но будет более точнее перевести как братья указали то есть будет сказать лучше я прибегаю к Аллаху Субхану وتعالى посредством его совершенных слов от всего того то есть от зла всего того что он сотворил на говорит шейх дальше вторая основа вторая основа это братья познание религии Ислам с ее доводами с ее доказательной базой ведь братья Ислам как мы сказали это религия всех абсолютно без исключения посланников Аллах Субхану وتعالى сказал про Нуха что Нуха сказал мне было велено быть из числа мусульман про Ибрахима и Якуба сказал то есть когда ему сказал Аллах Субхану وتعالى прими Ислам то есть покорись хорошо то есть подчинись он сказал то есть я принял Ислам или же подчинился Господу миров и это заповедовал Ибрахим своим детям и также Иакуб говоря о сыновья мои поясни Аллах избрал для вас религию так не умирайте же кроме как будучи мусульманами также сказали апостолы которые то есть последовали за Исой за свидетельство что мы являемся мусульманами и как мы сказали что братья религия как мы сказали познание Ислама с его доводами в этом указании у нас на то что Ислам изучается с доводами а не с предположениями с историями или же то есть каким-то то есть слепым следованием за кем-либо кто бы то ни был кроме посланника Аллах саллаллаху алейхи вассалям И Ислам это что говорит что такое Ислам это предание себя Аллаху через единобожие подчинение Ему и также отречение от многобожия и от многобожников и это братья то что называется то есть общий вид Ислама и это религия всех пророков и всех посланников что касается частного Ислама то что приходит на шариатских текстах в шариатских текстах точнее это братья то есть шариат пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям то есть так как все остальные Ислам и те кто то есть те религии и те шариаты которые были до него они у нас отменены этим шариатом и братья то есть не устанем повторять и постоянно говорили о том что когда мы говорили что предыдущие шариаты отменены и так далее это не потому что мы вот хотим наше какое-то дело продвинуть вперед а все остальное то есть отменить и так далее Нет, это приказ Господа миров, братья, которому подчиняемся мы и все должны остальные также подчиниться и предаться этому. И этот ислам, который мы изучаем посредством доводов, у него три степени. Первая степень это ислам, затем степень выше это вера, и иман, и затем что это? Ихсан, благочестие. И у каждой из этих степеней есть свои столпы, и каждая последующая степень, она, братья, уже, чем предыдущие. То есть смотрите, представьте себе ислам, вот ислам, вот это, то есть круг хорошо большой, в который входят все мусульмане. Затем вот это уже иман, и затем уже совсем маленький круг, это что у нас? Это у нас Ихсан. И поэтому человек бывает мухсин, и если он мухсин, то он и муамин, и муслим, если он благочестивый, то в данном случае он и верующий, и мусульман. Если же он верующий, то он еще не достиг степени благочестия, не достиг степени благочестия, но естественно, то есть перешел уже степень мусульман, то есть он и мусульман, и еще и просто верующий. Человек же, который только-только принял ислам, еще ничего толком не начал исповедовать, быть может у него есть какие-то грехи и так далее, и тому подобное, то он что? Он является мусульманином. Но степени веры и степени благочестия он еще не достиг. То есть бедуины заявили о том, что они достигли степени веры, говорит Всевышний Аллах. Скажи ему, Мухаммад, не говорите, мы достигли степени веры, скажите, мы приняли ислам. А дальше уже Аллах. Хорошо, то есть когда Аллах увидит веру в ваших сердцах, тогда уже поговорим. На. Первая степень у нас это что? Это ислам. То есть столпов у ислама пять. То есть первый столб, первый столб это два свидетельства. Это свидетельство, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха, и свидетельство о том, что Мухаммад является посланником Аллаха. И это, братья, одно свидетельство, то есть мы говорим два свидетельства, но в итоге, в истине, это один столб и одно свидетельство. И одна часть не является действительно без другой. Человек, который засвидетельствовал, что Мухаммад посланник Аллаха, но не засвидетельствовал, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха, он подобен тому, кто вовсе ничего не свидетельствовал. И наоборот. Тот, кто засвидетельствовал, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха, но не засвидетельствовал, что Мухаммад является рабом и посланником Аллаха, то этот человек, что также не является засвидетельствовавшим в принципе. И у него нет этого столпа. «Ва икламу ссаля» И выстаивание молитвы, то есть понятие икамус саля, оно, братья, шире, чем понятие, или же, точнее, уже, чем понятие адаус саля. То есть не просто выполнение молитвы, а выстаивание должным образом, как повелел Всевышний Аллах, субханаху ва та али. Поэтому, братья, молящихся очень много. Но кто из них именно мукимус саля, выстаивающий молитву? Это, братья, субханаху, малое количество. И должным образом выплачивание заката, то есть так, как повелел Всевышний Аллах, субханаху ва та али. Ва савму Рамадан и после месяца Рамадан Ва хаджу бейтиллахи л-харам То есть и палом нечисток К запретному дому Аллаху Субхану Или же к священному дому Всевышнего Аллаха Субхану Как это все придет у нас Иншалла после То есть в хадисе Джибрил То есть доводом на шахаду В исламе у нас являются слова Всевышнего Аллаха Субхану Шахид Аллаху аннаху ла иллаху Валмалайкату ва улюлл айлми Каиман бил кист Ла иллаху ва лазизу л хаким И так же засвидетельствовали ангелы Обладающие знания Проявляя справедливость То есть посвидетельствуя истинно И нет божества достойного для поклонения Кроме него и он является могущественным и мудрым Так же Аллах Субхану Сказал Кого бы мы не посылали до тебя В качестве посланника То мы каждому из них завещали Нет божества достойного для поклонения Кроме Аллаха так поклоняйтесь же мне И вот это братья То есть в шахаде Ла иллах иллах Ла у нас Если мы возьмем арабский язык И грамматику арабского языка Это ла называется Аннафияту лильджинс Которая отрицает Или же отвергает Род чего-либо Род чего-либо То есть имеется ввиду полностью То есть которая Объемлет многое И она братья То есть конструкция Ее в арабском языке Сулит тому Что то есть Обязательно должно быть У нее имя И у нее должно быть То есть хабар То есть имеется Тут должно у нее Как грубо говоря Подлежащее и сказуемое То есть имеется что То должно То что она отрицает быть И то от чего она отрицает То есть или же Растолкование того Что она отрицает В данном случае Ля иллах отрицает Чего То есть что Отрицание То есть Исмуля нафи Или джинсу на что Илля То есть божества Все виды божества Отрицает она Толкованием Этому будет что Хаккун Истинные божества То есть кроме истинного божества Илля Аллах То есть хорошо То есть кроме Кого То есть божества То что нет истинного на самом деле божества, кроме одного только Всевышнего Аллаха. Вот так, то есть вот смысл этого свидетельства. И это именно, братья, то самое свидетельство, в котором была борьба между пророками и посланниками, их народами. И поэтому, как мы и сказали, братья, то есть божеств на самом деле много. Каждый себе, кто во что гораст, берет разные божества. Человек корове поклоняется, человек еще камням поклоняется, человек крысам поклоняется, человек, братья, половому органу женщины, даже некоторые поклоняются, возвеличиваются и так далее. То есть все это есть среди людей. Но вместе с этим, что из этого всего является истинным божеством? Только лишь, если вышли Аллах, творец Всего Сущего. Только Он является истинным действительно божеством, который достоин того, что Ему поклонялись единственно, то есть одному Ему. И значением является что? То есть правильным тафсиром. Нет никакого объекта поклонения достойного, действительно, которому поклонялись бы по истине, кроме одного только Всевышнего Аллаха. Когда мы говорим «Ла Иллаха», отрицаем все божества, отрицаем абсолютно все то, чему поклоняются помимо Аллаха, подтверждая одного лишь только Аллаха, что то есть только Ему поклонение будет истинным, и что у Него нет никого, то есть никакого сотоварища, который бы заслуживал того, чтобы Ему поклонялись помимо Аллаха. И также во владении у Аллаха нет никаких сотоварищей, то есть только Аллах владеет всем. Если Аллах пожелает тебе что-то дать, может ли кто-то лишить тебя этого? Нет. Если Аллах лишил тебя чего-то, может ли кто-то тебе дать это, в то время как Аллах лишил тебя? Нет. Не бывает такого. И это, братья, есть два столпа свидетельства ля и ля и ля Аллаха. Это что у нас? Отрицание и подтверждение. Отрицание всех божеств и признание божественной сущности только лишь одному Аллаху. И поэтому, когда пророк, алейс-сарату ассарам, сказал своему народу «Кулю ля и ля ха и ля Аллах туфлиху» «Скажите, засвидетельствуйте, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха, и вы преуспеете», они сказали «Неужели он из всех наших божеств или же все наши божества хочет одним заменить?» Поясни, это удивительная вещь. То есть никто на протяжении последних нескольких веков не говорил об этом. То есть мы все это время поклонялись хорошо кто во что гораздо и все у нас было в порядке. И тут пришел он и говорит нам поклоняться одному только Аллаху. И поэтому, братья, здесь указание на то, что тот человек, который говорит «Ла маабуда илля Аллах» «Нет Бога кроме Аллаха». Что значит «Ла иллях илля Аллах»? Большинство мусульманам скажи, они говорят «Нет Бога кроме Аллаха», «Нет Божества кроме Аллаха». Это, братья, на самом деле несет в себе скверный смысл эти слова. Потому что Божества есть кроме Аллаха или нет? Есть, но все они ложные, это лжебожества. Человек Кришне поклоняется, человек еще какую-нибудь куклу Вуду себе сделал, ей поклоняется, человек обелиском поклоняется, человек поклоняется разным видом, истуканом и так далее, и тому подобное, изваянием, изображением и так далее, и тому подобное. Но все это, братья, Божества ложные. Если мы скажем, что нет Божества кроме Аллаха, то получается, как будто бы все эти Божества являются Аллахом. И поэтому поклоняйся, кому хочешь, в любом случае, твое поклонение достигнет Аллаха, Субханнаху, это является, братья, страшным заблуждением. И страшным заблуждением, страшным неверие. И поэтому, братья, единственный истинный Бог, Божество, объект поклонения, который действительно заслуживает поклонения, это Всевышний Аллах, Субханнаху, который, братья, сотворил все сущее, который наделил нас всем тем, что есть у нас, который, братья, оживляет, умерщвляет, управляет абсолютно всем. И поэтому, как можно поклоняться кому-либо другому? То есть я приводил вам уже пример, Субханнаху, про некоторые божества, в Индии, которые из гипса делают. И они каждый год, в день праздника, сбрасывают его в реку. Обновляют свое божество, хорошо? Новая прошивка божества пришла. И это божество, которому срок годности один год, которое, то есть, как оно может спасти тебя, если оно через год, если бы могло что-то сделать, спасло бы самого себя, так или не так? То есть, не может спасти самого себя. Аллаху бустан. И поэтому, братья Субханалла, единобожие братья, это великое дело. Единобожие, братья, человек, когда единобожник, он, братья, не боится каких-нибудь барабошек, Субханалла. Он не боится еще кого-то там и так далее, и тому подобное, разных домовых и так далее, и прочей ерунды. Но, братья, боится одного только Аллах, Субханалла. И с высоко поднятой головой, хорошо, не опускает свою голову ни перед кем, кроме Всевышнего Аллах, Субханалла. Этот человек действительно мужчина. Этот человек разумный, мудрый. А, братья, те люди, которые заявляют о своих научных достижениях, смотрите, мы это открыли, мы то открыли, но вместе с этим, что дом у него по фэншую стоит, потому что это привносит мне деньги. Я должен там делать таким-то образом и так далее, чтобы магнитом ко мне приходили там деньги и так далее, счастье, удача и так далее. На, вот тебе монетка на удачу, брось там. Субханалла. То есть как, вот каким образом, братья, вот вы заявляете о том, то есть эти люди заявляют о том, что после взрыва случилось вот это всё, потом были водные, земноводные, потом обезьяны и так далее, и таким образом получился человек, и почему-то чудесным образом, когда вам это выгодно стало, обрубилась вот эта эволюция, и почему-то уже человек дальше не эволюционирует ни во что другое, всё, достиг своего совершенства. Каким образом во всей этой твоей тактике, вот этой твоей теории и так далее, монетка, брошенная в фонтан, помогает тебе и лишь даёт тебе счастье. На каком этапе взрыва случилось это? То есть вот этот метаморфоз, на каком этапе случилось? Или же если кошка чёрная перебежала дорогу, каким образом во времена эволюции кошка чёрная эволюционировала таким образом, что перебегая дорогу, она тебе несчастье приносит? Или же что? Под определённой звездой рождённый человек, с какого момента во взрыве это пошло? Что под зодиаком, кто родился овином, он будет там упертым, кто родился ещё в каком-то году, или же в месяце и так далее, он будет таким-сяким и так далее. Где это, откуда это пошло? То есть смотрите, насколько несостоятельно всё вот эти, все эти заявления, насколько же это бред, братья. А тот же человек, который поклоняется одному только Всевышнему Аллаху, или живёт по шариату, аль-хамду лилля, у него, братья, все вещи, во-первых, на каждый шаг у него есть довод. Его, братья, деяния взвешенные, понятные, и нет никаких, аль-хамду лилля, то есть вот этих просто смешных вещей. Аллаху муста. А эти вещи, братья, просто куром на смех, субханаху. То есть и тафсиром, который объясняет и разъясняет тебе эти слова. Это слова Всевышнего Аллаха, субханаху ата'але, И вот Ибрагим сказал своему отцу и народу, «Поистине мы не причастны к тому, чему вы поклоняетесь, помимо Аллаха, субханаху ата'але». То есть кроме того, то есть или же помимо того, мы не причастны к тому, чему вы поклоняетесь. Кроме того, кто создал меня, ведь он только, то есть только он меня поведёт по прямому пути. И это слово Аллах, субханаху ата'але, оставил в его поколении, для того, чтобы они могли вернуться, то есть зная, что вот призыв нашего отца Ибрагима. Также Аллах, субханаху ата'але, сказал, «Куль я ахляль китаби, таалу иля калиматин саваин бейна на вабейнакум, аля наабуда илля Аллах, ва ля нушрика бихи чайа, ва ля иттахида бааду на баадан арбаба мин дуни Аллахи, фаин таваллау факулю шхаду бианна муслимун». Говорит Аллах, субханаху ата'але, обращаясь к посланнику Аллаха, «Скажи ему, Мухаммад, о, люди Писания, давайте объединимся на Слове, на том, что единит нас и вас, чтобы мы не поклонялись никому, кроме Всевышнего Аллаха, не приобщали ему никого в сотоварищи, и чтобы одни из нас не брали других божествами, Господами, помимо Аллаха, субханаху ата'але, если же они отвернутся, то скажите им, хорошо, то есть засвидетельствуйте, что мы действительно являемся мусульманами». Сейчас, братья, вопрос, у меня к вам вопрос на засыпку. Представьте себе суфист, который прочитал этот аят и захотел это воплотить в жизнь, и пошел он к людям Писания. Что он им скажет? Он скажет, что люди Писания, «Давайте объединимся на том, в чем мы едины, на самом деле, наши книги, в чем едины, наши пророки едины, поклоняться одному только Аллаху, не приобщая ему никого в сотоварищи». Что ему скажет христианин? «Дядя, а ты сам чем занят? Так или не так? Ты только что с могилы пришел, к кому обращался, к Аллаху или же к погребенному. Затем он скажет, хорошо, пусть одни из нас не берут других себе господами помимо Аллаха. И он скажет, хорошо, а шейх твоего тариката кем является для тебя? Если он дозволит тебе что-то, что ты скажешь? Скажешь, это дозволено. А если запретит, что ты скажешь? Скажешь, запрещено. Валлаху и мстан, братья. И поэтому, если они обернутся вспять, отвернутся от вас, скажите, вот мы действительно являемся мусульманами. И это, братья, книга Всевышнего Аллаха. Между нами и ними слова Аллаха, слова его посланника. Пусть задумываются, что они могут сказать христианам. И в чем их религия на самом деле между ними и христианами. Какая разница? Поклонение всяким мощам и возвеличивание каких-то там остатков их праведников, это есть и здесь. Хорошо. Взывание к Аллаху, субхану дали, через посредников, бисмилля, матрона, еще кто-то там и так далее, и тому подобное, то же самое. Так или не так. Возвеличивание одних, братья их, хорошо себе, господами, это то же самое. Здесь батюшка сказал, значит, можно. Здесь шейх наш сказал, значит, можно. И так далее, субхану. И удивительно, почему эти люди не задумываются. То есть, ведь вы же заявляете о своей любви к посланнику Алисаса. Ведь вы же заявляете о том, что вы так же, как и мы, свидетельствуете, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха и так далее. Где ваше свидетельство, субхану? Где то, что указывает на то, что вы действительно сказали правду? Валлаху муста. В данном случае шейх привел вот эти аяты. То есть, первые аяты указывают на то, что слова единобожие, то есть, содержит в себе отречение от многобожия и от приверженцев этого многобожия, то есть, приспешников его. Аллах, субхану Тарея, сказал, «Кад канат лякум усватун хасанатун фи Ибрагим». Был для вас прекрасный пример в Ибрагиме. «Валлядинамау» И те, которые были вместе с ним. «Из калю ля кавмихим инна бурраау, мин кумма мимма таабудуна миндулиля». «Когда они сказали своему народу, поистине мы не причастны к вам и к тому, чему вы поклоняетесь, помимо Аллах, субхану». Это очень важно. Отречение, братья, и непричастие не только к тому, что они делают, как некоторые говорят, что нет, мы не причастны к тому, что они делают, а они сами, то есть, вместе с нами, нет. Непричастность к ним самим и к их деяниям. Ты не причастен как к ним, так и к их деяниям. Нововведенцы, ты не причастен как к их нововведению, так и к ним самим. Но вместе с этим, да, нововведенцы, мы говорим, что, то есть, если их, не они вышли из ислама, то тогда исламское братство между нами остается вместе с тем, что мы предостерегаем от них и так далее и тому подобное. Во втором же аяте указание на выявление этого непричастия. То есть в первом случае нам повелено проявлять непричастие. Во втором явное проявление его и донесение до этих людей. То есть в обоих аятах по сути то же самое приходится. И также, братья, здесь указание на то, что люди Писания являются неверующими. Единственное, братья, что отличает их от других неверующих, это определенные шариатские хукмы. И все. Вместе с этим, братья на чаши весов в судный день, если поставить, мы сказали, буддиста, атеиста, христианина, иудея, все они будут одинаковыми кафирами, все они будут не мусульманами и не будут они надеяться на свой, то есть на рай и так далее, они будут навечно в огне, если умрут на этом. Доводом на то, что Мухаммад является посланником Аллаха, то есть или же свидетельство о том, что Мухаммад является посланником Аллаха, служат слова Всевышнего Аллаха Аллаха, поистине пришел к вам посланник из вас самих. То есть Аллах указывает на то, что он является посланником, и ему тяжело, то есть тяжелы ваши переживания, то есть тяжкие для него ваши переживания, и он стремится, то есть каждому благу для вас, и он мягкий, и милосердный к мусульманам. То есть также, братья, в этом аяте, то есть указание на великую милость, которую Аллах явил своим рабам, послав этого посланника, пророка, ведь это человек, который из них самих, они его знают, они знают, откуда он произошел, кто его предки, знают его, то есть описание, где он жил, как он жил и так далее, и видят, как тяжело ему, то есть как он переживает за свой народ, как он переживает за своих близких, и как он стремится их всех привести к прямому пути, и как ему было грустно, когда они отказывались от этого, когда они не отвечали и так далее, и он был вместе с этим самым мягким, то есть насколько только можно. И он, братья, был, субханаллах, то есть справедливым, был честным, и об этом, субханаллах, даже его враги, братья, свидетельствовали ему. Даже братья, то есть многобожники, как Абу Талиб говорил, действительно, я не сомневаюсь и знаю я, что религия Мухаммада самая лучшая религия, которая только есть. Если бы я не боялся порицания и порочения от своего народа, то ты увидел бы, что я непременно бы принял эту религию. То есть его высокомерие, братья, и его, то есть то, как он цепко схватился за путь своих предков и так далее, хорошо, то есть оно сбило его, братья, с прямого пути. И он не принял эту истину, и поэтому она вечно будет в огне. Что же означает свидетельство, что Мухаммад является посланником Аллаха, саллаллаху алейху ассаляму? Значение свидетельства о том, что Мухаммад является посланником Аллаха, это подчинение ему во всем том, что он повелел, то есть вера во все то, что он сообщил, отстранение от всего того, что он запретил, и также поклоняться Аллаху только так, как он это узаконил. Во-первых, братья, подчинение посланнику Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, из подчинения Всевышнему Аллаху, субханава тааля, подчиняйтесь Аллаху и его посланнику, и тогда вы будете помилованы. И основа, братья, в этом, то есть подчинение посланнику алейху ассалям, стремление, братья, следовать за ним пять за пятью, за каждым его шагом следовать, то есть локоть за локтем. И не нужно спрашивать, братья, о том, это деяние является ли оно желательным, является ли оно обязательным, является ли оно таким и так далее и тому подобное. Основа в том, что, братья, мы следуем за посланником Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, поэтому, когда спросили у Ибн Умара, ради Аллаху, про витр, про молитву витр, а ваджибунху, а фардунху, и он сказал, ла адримал фард, говорит, кунна нутеру аля ахди, расуле Аллахи, саллаллаху алейху ассалям, говорит, я не знаю, что ты подразумеваешь под фардом, обязательно, что ты имеешь в виду. Когда был посланник, алейху ассалям, жив, мы совершали молитву витр. То есть не нужно, зачем человек спрашивает. И, субханна, к сожалению, сегодня у многих мусульман, если что-то желательное, они понимают это как нежелательное. То есть, имеется в виду, если что-то желательно для исполнения совершения, то это значит, что это не нужно делать. Если же что-то обязательно, то, ну да, ладно, хорошо, придется это сделать. Так или не так. То есть, разве это не положение многих мусульман? И, субханна, это очень плохо. Желательно, значит, что желательно. Ты, когда тебе врач говорит, желательно тебе оставить то-то, то-то, стремишься и бежишь это не делать. Так или не так. Желательно отказаться от такого-то, от еды с глютеном, от еды еще с чем-то там и так далее и тому подобное. И, субханна, человек отказывается от этого. В то время как то, что спасает тебя от огня, субханна, и неужели ты так сильно уверен в своих обязательных деяниях, которые ты совершил? Аллаху маста. Вера же в посланника, алей салату и асаемся, то, что он сообщил, это, братья, очень великое дело, на котором, братья, то есть, вера человека не будет полной, кроме как, если ты будешь веровать в посланника Аллаха, алей у pointer, алей салату, Аллаh субханна у апарея сказал, точнее нет. То есть, чем больше человек будет верить в сообщение посланника, алей салату и асаемся, тем, братья, выше будет у него вера. И поэтому Абу Баккар, р.с., был назван Сыддиком, то есть, самым правдивейшим, то есть, тот, кто верит, верит. то есть тот, кто хорошо поверил посланник Али-Иссацам и был сам самым правдивейшим. Поэтому в той известной истории, братья, когда было ночное переселение, то есть ночной перенос пророка Али-Иссарату Сарам, многие из подвижников, братья, начали колебаться, кроме Абу-Вакра. Он сказал, инка на халя фа-кад садах, то есть а ва-кад халя. То есть он сначала спросил, он действительно это сказал? Ему сказали, да. И он сказал, инка на халя фа-кад садах, то есть в чем проблема? Сказал, значит, правда это. Говорит, я верю ему в то, что является намного выше этого. В чем проблема? Он перенес его, Аллах, в чем проблема? Он же его послал к нам, он же поверил ему, он же ему Куран не посылает. В чем проблема? Перенести его туда-обратно. То есть на тот момент это было чем-то удивительным. Сегодня для нас с вами это удивительно или нет? За несколько тысяч километров полетел и прилетел в тот же день. Так или не так, без никаких проблем. Самолет туда, самолет, обратно свои дела делал и закончил, и приехал. И также оставление, братья, запретов, оно возвращается, то есть оставление того, что запретил посланник Али Салатусом, возвращается к чему? К выполнению его повелений. Потому что запрет это повеление оставлять что-то. То есть если повеление, просто приказ, это приказ к совершению чего-то, то есть запрет это что такое? Это приказ оставить или же несовершение чего-либо. Поэтому Аллах сказал То, что повелел вам посланник Берите это, принимайте, совершайте То, что запретил он вам, оставляйте Также посланник сказал Если я запретил вам что-то, то оставляйте это полностью И, братья, здесь нужно знать такое важное правило У нас есть правило, братья Что любое повеление Аллаха и его посланника Польза от этого Либо полная, абсолютная Либо же То есть Превосходящая, можно сказать То есть она имеется ввиду что? Максимальная То есть в данном случае, смотрите Если Аллах, субханаля, что-то повелел Оно либо является пользой со всех абсолютно сторон Либо же То есть более чем, то есть хорошо То есть более половины имеется превосходящая То есть часть этого приказа будет в благе Даже если будет какая-то вещь, которая, быть может Может будет, то есть в чем-то То есть какая-то проблема И так далее Как, например, единобожие Единобожие абсолютно или превосходящая степень? Абсолютная То есть со всех сторон единобожие является благим Но есть другие повеления, которые, быть может, человек скажет То есть, да, то есть в общем То есть масляха это называется раджиха То есть оно на арабском правиле это звучит что? Кулю амрилляхи ва расуле ги фа масляхатуху Говорит Фа масляхатуху хаали сатун ау раджиха И наоборот Любой запрет посланника алей салату салам И всевышний, естественно, Всевышний Аллах и его посланника Алей салату салам Мафсадатуху хаали сатун ау раджиха То есть вред от этого запрета Также является либо же полным, абсолютным Как ширк, например Или же превосходящим Как, например, запрет алкоголя В алкоголе есть польза или нет? А, есть Аллах субхану талли сказал Аллах субхану талли сказал, что в нем есть польза Поэтому, когда врач говорит, что если в две недели Там раз 50 грамм и так далее Мы это без тебя знаем Аллах субхану талли сказал о том, что да, действительно В нем есть какая-то польза Некоторые ученые сказали, что не с этой стороны польза, а что? То есть с финансовой стороны, что оно очень То есть товар ходовой, как говорится, ликвидный Очень быстро можно на нем Разбогатеть, заработать и так далее В любом случае, то есть есть какая-то польза Но мы что говорим? Что? Мафсадатуху А, раджиха То, что его, то есть вред Исмогу ма акбару мин нафаима Аллах субхану талли сказал, что Вред от этого хуже, чем То есть чем та польза, которую человек надеется От этого получить В Аллаху мустаа И это очень важно, братья, в этом вопросе И поэтому, братья, как мы и сказали То есть последнее у нас что? Это, то есть поклоняться Аллаху субхану талли Только так, как повелел это посланник Алисаратсам Как сказал пророк Алисаратус Тот, кто совершит какое-либо деяние На которое не было нашего указания То оно будет отвергнуто То есть оно будет у него Отвергнуто, не будет у него принято И поэтому, как мы знаем, что То есть у принятия дела два условия Какие? Да, алихлаус воль мутаба Искренность и следование сунни посланника Алисаратсам Следование сунни посланника, братья, бывает В шести вещах Это в джинс, то есть джинс это род самого действия Чтобы он присутствовал, в принципе, как поклонение Как, например, мы сказали, что виды закалывания у нас какие? Кто помнит? У нас есть что? Удхи У нас есть что? Акика, например У нас есть хади У нас есть фидья У нас есть что? То есть надзр и так далее Хорошо Где-нибудь из них, кроме надзра, ладно Но надзр, в принципе, сюда заходит табан А не стекляр В принципе, в самом поклонении, как дабх Где-нибудь есть понятие, как зарезать лошадь? Можно ли хади лошадью дать? Или же акику, например То есть лошадь дороже барана или нет? Дочка у меня родилась Я настолько счастлив, 20 лошадей зарезал Акику я сделал или нет? Нет, братья То же самое, то есть если я удхи Лошадь будет дороже, чем какие-то животные Нет, я взял и 20-30 лошадей Зарезать животное, то есть лошадь можно, чтобы кушать или нет? Тихий, у вас ответ, Субхамм, Аллаху, Аллаху, Аллаху Я думаю, сразу, да, конечно Вот козы Хорошо, то есть, во-первых, это Затем у нас что? Аль-Кейфия То каким образом совершается это поклонение? Оно должно совершаться так, как оно пришло в Сунни посланника Аллаха, Саллаллаху Али-Ассалям Если человек начнет молитву, Аллаху Акбар в Суджуд пошел Затем Аллаху Акбар в руку Затем самим Аллаху Алиман Хамеда обратно встал и Молитва, то есть начал Фатиху читать и так далее Это молитва принята или нет? Нет, потому что Он противоречит Сунни посланника Али-Ассалям Но в чем? В виде То есть в том, когда, в образе этого поклонения Затем Ал-Кадр То есть количество Человек Зухар 5 ракатов читает 7 ракатов, 27, он настолько любит Аллаху Акбар в Субхану Али и хочет ему поклоняться Что он 20 ракатов каждую молитву молится Принято или не принято? Не принято Потому что он противоречит Сунни посланника Али-Ассалям В чем? В количестве своего поклонения Или же он 20 молитв обязательно молится в день Или же он говорит, Аллах Субхану Али изначально 50 повелел, поэтому я каждую молитву По 10 раз буду, Фаджар 10 молитв, Блогар 10 молитв И так далее, будет от него принято или нет? Не будет от него это принято Затем четвертое, это что? Аззаман Чтобы поклонение было совершено То есть вовремя Человек скажет, например, брат, сентябрь Похолоднее будет, чем Рамадан в этом году Тоже 9 месяц, давай сентябрь пропастимся в этом году Рамадан с него спадает или нет? Нет, человек совершил мало что Беда, и это не будет от него принято Почему? Потому что он противоречит Противоречит сунни посланника Али Салатусам Во времени выполнения молитвы Также Аль-Макан Место В Аллах Макказахма, если человек скажет В Мекке, Субхан Аллаху, места нету Еще и визы они эти придумали и так далее Давай в этом году в Египте хадж сделай Или в Турции, на Мальдивах Вокруг бунгало побегаем Субхана не будет действительным у человека, так или нет? Потому что это поклонение Выполняется в определенном месте Или же он что? Говорит, вот на такое Хорошо, поселение придет И скажет, брат, давай в этом году Я отекав вот здесь проведем Принято или не принято? Нет, потому что я отекав где совершается? Затворишься в мечети, а не Хорошо, в бассейне Аллах Муста Тамам И последнее, это что у нас причина? Причина для поклонения Аль-Хамду-Лля, гость пришел, давай два раката молиться Есть у нас такое, что когда гость приходит, два раката молиться? Нет И так далее То есть имеется в виду, когда человек связывает какое-то дело с какой-то причиной И на это нет у нас довода в шариате Вот эти шесть вещей, это и есть Мутабату ар-Расуль То есть следование посланнику алейс-салату Вассалам Это что касается довода на первые два столпа Затем у нас довод на салат аз-закат Вот афсирут тавхид То есть у нас доводом на молитву и на закат И так же, то есть толкование, что-то, то есть единобожие свидетельства, единобожие Слова Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля Велено им было только лишь поклоняться одному только Аллаху Искренне очищая перед ним веру Проявляя единобожие И, то есть выстаивание молитвы То есть выстаивать молитвы и выплачивать закат И это и есть действительно правая вера То есть правая истинная вера это что? Подчинение, поклонение одному только Аллаху, выставление молитвы, выплачивание заката. И это то, что было велено. И эти, братья, три вещи, это самые, то есть, великие столпы религии. Самые великие столпы религии это таухид, единобожие, свидетельство единобожие, затем что? Молитва, затем закат. Это самые важные три столпа. И поэтому Аллах, субхану талли, часто очень, и также послание к Али-Иссацам в разных шариатских текстах собирает эти три вместе. Поэтому Аллах, субхану талли, например, говорит про многобожников. А именно ширк, то есть, когда, если они все-таки покаются от своего ширка, что дальше говорит? То есть, если же они покаются от своего ширка, имея в виду, за тем, что начнут выстаивать молитву, выплачивать закат, то тогда они станут вашими братьями в религии. В другом аяте говорит, тогда отпустите их, то есть, не убивайте их, не сражайтесь с ними больше, так как они приняли Ислам. Также, то есть, хадис, когда Муаз был отправлен в Йемен, первое, к чему призывали, это к чему? Это ухейдулла, то есть, уединение Аллаха, субхану талли, поклонение. Затем, если ответят на это, то молитва. Если ответят на молитву, то что? То закат. Под молитвой, естественно, братья, подразумевается, что у нас? Это, то есть, обязательно пятикратная молитва, которая совершается каждый день. Которая совершается каждый день. И она является, братья, обязательным для каждого, то есть, верующего мусульмана. Начинается она с Такбира, заканчивается с Таслина. Тама. Что касается заката, это, братья, поклонение Аллаху, субхану талли, выплачиванием определенного, то есть, право в имуществе его определенным людям в определенное время. И то есть, мы знаем то, что, то есть, масларифус закат, то есть, то, кому дозволено выплачивать закат, это сколько категорий людей? А? Сколько? Восемь категорий, которые упомянуты в Суре Ат-Таубе, иннамасадакату, лилфукара, и так далее, и до конца аята. Нам. Водарили уссиям, то есть, доводом на пост, на то, что является обязательным и узаконенным пост, слова Всевышнего Аллаха, субхану талли, я и у ладина аману, кутиба алейкум уссияму, кама кутиба аля ладина, мин кабликум лаалекум таттакун. О, те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, для того, чтобы вы проявляли этим самым богобоязненность. То есть, кутиба в данном случае предписан, имеется в виду, не предопределен, а предписан, то есть, повеление от Аллаха, субхану талли, является, то есть, вменен в обязанность. То есть, айфурит. Вухкалит, саллаллаху алейкум, также посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, сказал, Буния аль-Исламу аля хамс. То есть, ислам строится на пяти столпах. И из них упомянул, естественно, ас-сиям. Ас-сиям, то есть, пост, это что у нас, то есть, в русском языке, то есть, аналог, хорошо, библейский говорят, пост. То есть, имеется в виду, оставление чего? То есть, это при приближении и поклонении Аллаху, субхану талли, путем оставления всего того, что нарушает это поклонение, от, то есть, восхода, истинного восхода солнца до самого его заката. То есть, от настоящего, то есть, восхода до заката. Оставляет он все то, что нарушает его пост. То есть, неважно, будь то еда, будь то питье, будь то разные страсти и так далее и тому подобное. И то, братья, то есть, цель этого поста, не то, чтобы человек, братья, диету соблюдал, или же не кушал, или же еще что-то и так далее и тому подобное. Цель, братья, это выполнение, то есть, богобоязненность, для того, чтобы человек проявил богобоязненность, боялся Всевышнего Аллаха, и поэтому, братья, посланник Алиссарату, сказал, что, то есть, именно награда Аллаха за свидетельство, сказал, что награда именно за пост, она, братья Всевышнего, Аллаху субханта луну, он будет награждать за пост. Почему? Потому что, братья, пост — это настолько скрытое поклонение, о котором не знает никто, кроме тебя и Господа твоего. То есть почему? Потому что человек может спрятаться где-то, и что? И пить. Может спрятаться где-то и кушать. Но что заставляет тебя бояться, Аллаху субханта луну, когда тебя не видит никто? Это действительно таква. Твоя богобоязненность перед Всевышним, Аллаху субханна уго-та-Ала. И поэтому посланник сказал что даже говорил что тот человек, который не оставляет греховные слова и греховные дела Аллах не нуждается в том, чтобы он оставлял хорошо еду и питье. Твоя голодовка никому не нужна. Нужно что? От тебя требуется богобоязненность. То есть и доводом на хадж служат слова Всевышнего Аллаха вменил обязанность людям совершения хаджа, паломничества к дому его для того, кто имеет на то возможность тот же, кто проявит неверие, тот знает пусть, что Аллах богатый и не нуждается в людях, в творениях своих. То есть хадж у нас это поклонение Аллах Субханна Уталия отправление в Мекку в определенное время для выполнения обрядов хаджа. И он является обязательным, но сколько раз в жизни один для того, кто имеет на то возможность. Мужчина хорошо, это то есть его возможность это что? Это телом может и деньгами дойти до туда и останется у него потом еще, когда он вернется если у него есть семья им останется до его прихода чтобы они с голоду не умерли и так далее. Что касается женщины у нее то же самое и добавляется еще условие это что? Наличие махрама. А если 65? Мы говорим, что даже если есть 165 разницы никакой нет. Обязано что? Чтобы с ней был махрам. Если их 165 человек и 165 лет каждый все равно является обязательным для каждой из них чтобы с ней присутствовал махрам. Если один махрам на всех них также не хватает. Если на 60 человек 20 махрамов все равно не хватает и так далее и тому подобное. Аллаху амин. На. На сегодня иншалла завершим. Асалаллаху аля Набина Мухаммаду аля алихи и асхаби и ажмайну ажазакум Аллаху хайру.